Сначала небольшое объявление зрительницам. Не зрителям. И не всем зрительницам, а именно тем русскоязычным, кто хорошо знает и практикует подходы Хелен Андерлин. Насколько я знаю, в России нет официального представительства сообщества очарования женственности, но есть несколько неофициальных. Так что приглашаю представителя или коллектив побеседовать про нашу российскую практику очарования женственности, ее российские особенности. Вам не обязательно называться настоящим именем и вообще показываться. Для того, кто согласится побеседовать под запись, у меня есть уникальный подарок. Свежая книга нынешнего президента очарования женственности дочери Хелен Андерлин, Дикси Андерлин Форсайт, с ее автографом. Это оригинальная книга на английском языке и называется Fascinating Womanhood for the Timeless Woman. Желающие, пишите мне в ВК или на почту, указанной в описании канала. Здравствуйте, Дикси. Большое спасибо за нашу новую встречу и интервью. Сегодня у меня маленький или не такой уж маленький предмет для обсуждения. Я предварительно отправил вам две цитаты, ссылки на которые будут в этом видео. Первая цитата из фильма «Перожденные убийцы». Хорошо известная сцена. Сцена свадьбы. Ссылку на нее смотрите в верхнем правом углу. Почему я ее выбрал? Потому что многие люди даже не подозревают, что эта сцена довольно точно изображает суть свадьбы, как она была 200 лет назад. Возможно, раньше. 300-400 лет назад. Видно, что нет священника, нет церкви, нет свидетелей. Зато даются клятвы. Навечно. У таких клятв не подразумевалось окончание, вроде развода или еще чего. Предательство было возможно, но не развод. Вторая цитата, которая сейчас появится в верхнем правом углу. Из давнишней речи Нила Постмана, которую я очень уважаю. У меня есть все его книги. И однажды я собираюсь перевести эту речь. В данном эпизоде он говорит конкретно об изменении и смещении значения слов, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, но часто не понимаем, что используем их в отличном значении, а иногда в прямо противоположном значении. Вот что я хочу спросить после этих двух цитат. Думаю, многие конфликты и недопонимания вокруг свиданий, например, добрачного секса и вообще вопросов вокруг брака не учитывают, что технически то, что мы называем браком, имеет мало общего с тем, что называлось браком 200-300 лет назад. Почти ничего общего. Осталось только название. Могу перефразировать слова Постмана. В этих предметах нет ничего похожего. Какой-нибудь профессионал мог бы указать на сотню различий, которые произошли за последние 200 лет. Я решил указать только три, три ключевых различия, случившиеся за последнее время. Каждое из этих различий, даже если бы было взято отдельно, уже означало бы тектонический сдвиг в значении слова «брак». Но я назову три, и они все тектонические. Первое — это развод. Развод без причин, которого не существовало даже 50 лет назад. В США его ввел Рональд Рейган. Это было в 80-х. Да. А в СССР это произошло в 1918 году. Второе различие — таблетка. Противозачаточная таблетка. Женская таблетка, поскольку мужской таблетки не существует. А третье — можно точно назвать нашу сегодняшнюю систему матриархией. Это не ругательство, ничего такого. Просто научный термин. Есть признаки, указанные в специализированных словарях, означающие матриархию. Есть определенные вещи, если они в наличии. Три-четыре ключевых вещей. То мы можем назвать систему матриархией. Линейность, матри-линейность и локальность. Дети по умолчанию живут с матерью. Кровное родство по умолчанию считается по материнской ветке. Есть еще? Не поняла. Что вы имеете в виду под кровным родством? Что значит «родство» считается по материнской ветке? Женщине более или менее гарантируется, что ребенок, который родился в медицинском учреждении, является ее кровным ребенком. Это гарантируется процедурами и порядком. А, понятно. Мужчина презюмируется. При определенных обстоятельствах презюмируется как отец. Иногда против его воли или даже в его отсутствии. Такое случается и в России. Но это один из признаков наличия матриархии. Это просто научный термин. Возвращаясь к моему основному вопросу. Насколько корректно называть эту сегодняшнюю систему браком? Вместо чего? Не знаю. Чтобы быть корректными, нам пришлось бы взять какой-то другой термин. Просто чтобы не путать. Иначе будет как с публикой в речи Постмана. Они могут засмеяться и сказать, что наутро мы говорим друг другу, вчера я был на свадьбе Мэри и Джона. Технически я не мог присутствовать на заключении брака, потому что брака нет в том смысле, как он был 200 лет назад. Слегка затрудняюсь. Не думаю, что кто-либо из живущих сегодня видел вживую то, как все было 200 лет назад. По моему опыту, люди не интересуются историей. А вы, я знаю, интересуетесь. Люди — нет. Говорят, если не учиться у истории, то будешь обречен на ее повторение. И люди все время повторяют, потому что не помнят, не изучают. Например, не изучают Холокост. Так что шансы на его повторение, возможно, высокий. И такое было и до Холокоста. Можно сказать, что брак не такой, как был. Он все равно что-то значит для людей сегодня. Люди женятся на ком-то, режут торт. Это все традиции, которые откуда-то появились. Когда-то торта не было. Теперь есть. По-моему, королева Виктория — первая из исторических фигур в недавнем прошлом, кто надела белое платье на свадьбу. Раньше платье не было белым. А люди просто копируют ее. Такие вещи — просто традиции. Но брак все же что-то значит сегодня. Большинство людей женится. Цитата, которую вы привели, а я раньше этого фильма не видела и сцену не узнала. Это, возможно, так называемый «заветный брак». Некоторые такое практикуют, обмениваются клятвами перед Богом и живут по-своему. Проблемы с этим в современном мире юридически. В мире, где все хорошие, брачный сертификат вообще бы не потребовался. Но люди не такие. Много не особо честных. И если документа о событии нет, а вам нужно разделиться, и есть общая собственность, общие дети, то будет путаница. Если бы все были честными, то все могли бы жить в заветном браке. Просто сказать «да, мы поженились и жить без проблем». Юридическое — это из-за проблем. Из-за них нужна юридическая система. По крайней мере, я так думаю. Некоторые считают, что государство вообще не должно касаться брака. Раньше это было в зоне церкви. И если изучать брак, его главным предназначением была защита детей. Если дело только между вами и женщиной, и детей не будет, будет только совместная жизнь, то не нужно столько защиты, как в случае появления детей. Мой муж Боб, среди прочего, занимается экспертизой трудоспособности для штата Миссури, где мы живем. И один из вопросов в анкете, которую я даю людям на заполнение — состоите ли вы в браке или нет, укажите детей и так далее. И один из вопросов, который задается на экспертизе — зачем нужен брачный сертификат? В России это обязательно? У нас — да. Обязанности такой нет. Не нужен сертификат? У нас два типа брака. Первый — государственный. Именно он называется браком. Второй — религиозный. И последнее время церковь обычно требует сначала заключить государственный брак. Иногда это можно обойти, но обычно такой порядок. В любом случае, правительство или государство держат записи на случай раздела. Если дело касается денег или собственности, кто сколько получит. Это просто упорядочивание. Удивительно, но многие пациенты не понимают этого. Зачем государству нужен брачный сертификат? Обычно говорят, потому что хотят брать за него плату. Сертификат стоит денег, небольших. Они думают, что вопрос только в деньгах, а не в упорядочивании. А в основном это вопрос порядка, иначе будет хаос. Мы отклонились от вашей темы о том, что слово брак значит сегодня. Есть свадебные магазины, организаторы свадеб. В нашей стране большинство думает о браке так. Вы предстаете перед представителем государства или вашей церкви. У них есть лицензия на то, чем они занимаются. У священников есть полномочия на заключение брака. К нам не может просто прийти сосед и заключить брак. Это должно быть авторизованное лицо. Проходит процедура. Большинство людей все еще берет фамилию мужа. Не все, но большинство. И вы становитесь семьей. Семья начинается с мужчины и женщины. А потом дети. Вы все одна семья. Удивительно, но этот институт сегодня нужно спасать хотя бы как есть. В этом смысле, даже если прочитать то, как было двести-триста лет назад, все равно была церемония, которая связывает двух человек. Некое. Церемония? Да. Но не обязательно с участием церкви. Это появилось довольно поздно. Возможно, вы правы. Я не изучал этот вопрос. Даже свидетели не были обязательными. Они могли быть, но не были обязательными. Да. Возможно, это потому, что сегодня люди менее честны. Не знаю. Чем больше испорчены люди, тем больше законов приходится вводить. Сергей, если бы все в России... Довольно масштабная мысль. Если бы все в России были честны, никто бы не лгал, никто бы ничего не крал и вообще не совершал преступлений, можно было бы обойтись горсткой законов. Возможно, остались бы правила дорожного движения. Потому что люди ошибаются. Просто ошибаются. На перекрестке пропустить тех, кто справа или слева, смотря по стороне. По тому же, светофоры и знаки стоп и прочее. Для порядка. Но людям не пришлось бы запирать двери. Не было бы тюрем. Вообще замков бы не было, потому что никто бы не крал. Так что в очень хорошем обществе с очень честными людьми лишь горстка законов. Чем более люди испорчены, тем больше законов. Больше тюрем, больше правил и прочего. Думаю, это верно и для брака. Кстати, в конце жизни Рональд Рейган сказал, что разрешение разводов — одно из худших его деяний. Введение развода без причин. Он сказал, что сделал это, чтобы облегчить последствия своего собственного развода. Но позже понял, что брак должен быть как контракт между людьми. А теперь, получается, контракта нет. Это как если бы вы купили дом, а потом могли передумать в любой момент. Будет сумасшествие. Вы не обязаны. Вы не связаны друг с другом никакими законными обещаниями. Просто можете сказать, «Мне не нравится, я передумал», и уйти. А в браке это влияет на жизнь многих людей. Получился беспорядок. И для многих людей. Некоторые, как Элизабет Тейлор, выходила замуж восемь раз. Это несложно. Получить развод несложно. Поэтому я и указал развод как одну из ключевых точек. Про это и говорил. Даже только один этот момент, свобода уйти когда угодно, меняет весь институт. Да. Когда я говорю про перемены за 200 лет, я не имею в виду ритуалы, или бумаги, или свадебные традиции. Я имею в виду суть, о чём это должно быть, в чём назначение, как это должно быть. Это изменилось. Это всегда было про законно рожденных детей, чтобы у ребёнка была фамилия. Статус незаконно рожденного, это имело большое значение тогда. Это могло разрушить жизнь навсегда, если вы незаконно рожденный. Теперь всем без разницы. Кто-то сказал, раньше брак, это было про брак. После брак стал тем, как будет проходить развод. Технически всё это регулирование сегодня не про брак, это про развод. Так что, когда подписываете брачный сертификат, вы подписываете процедуру, которая будет выполнена при разводе. В общем, подписываете процедуру развода. Пессимистичный взгляд. Я замужем очень давно и всё ещё замужем. Я говорю про массы. Сегодня сложно. Действительно сложно. Однако очарование женственности, которое я представляю, обучает женщин. Потому что у женщин огромная, огромная власть в таких отношениях. Потому что женщины как группа больше ориентированы на отношения, чем мужчины. И женщины, когда брак идёт так себе, они раньше волнуются на этот счёт. Мужчины начинают волноваться, когда всё уже совсем плохо. не сто процентов. Некоторые мужчины очень чувствительные. Не как большинство. Но обычно женщины беспокоятся об отношениях раньше. Они не мирятся с тем, что в отношениях всё средненько. И уже долго. Поэтому в основном женщины покупают книги о самопомощи. Так что мы знаем, я не просто верю в это, я знаю, потому что этим живу, что можно жить в глубоко романтическом счастливом браке, который продлится всю жизнь, сколько бы её ни осталось. Это возможно. Потому что у кого-то так и есть. Люди, у которых это есть, обычно не говорят об этом. Это очень личное. И они не хвалятся отношениями. Единственная причина, почему я говорю о себе, это то, чем я занимаюсь. Это не особо комфортно, потому что это очень личное. Но мне приходится говорить, потому что многие думают, что этого не существует. Что это сказка или миф. Но это неправда. Некоторые женятся на любимых и остаются в браке всю жизнь. обожают друг друга. И именно в этом мы помогаем людям достигать такого. Потому что если бы это было у всех, мир был бы сильно другим, намного лучшим местом. Не было бы войн. Сказала, а теперь задумалась. Ну, не знаю, может быть. Но если бы все так жили, было бы намного больше мира. Потому что мир начинается в вашем доме. Не там где-то. Он начинается с пробуждения утром. С приветствия тех, кто с тобой живет. Если никто не живет, то тех, кто первый встретится утром. Когда вы в браке, и с такими романтическими отношениями, ваш дом укрепляется, ваша страна укрепляется. Если бы в России все браки были хорошими, страна была бы иной. То же и здесь, в США. Я не слышала о такой стране, где не было бы серьезных проблем с браком. Это плохо. И если оставаться в браке и жить в несчастье, и если развестись, в обоих случаях вокруг брака много несчастья. И это печально, потому что мы не обязаны так жить. Ну, система с разводом и без развода сильно отличается. Насколько я знаю, в Таиланде сейчас нет развода. Развода без причины. И поэтому, когда говорят, что стоит жениться на девушке из Таиланда, большинство говорит, что это нельзя делать в США. Вы должны уехать на ПМЖ в Таиланд, потому что это совершенно иная система. Совершенно. Это другая вселенная. Там жене придется вас как-то убить, чтобы получить развод. То есть, в случае измены она не может развестись? Детали не знаю, но думаю, не так легко. Будет примерно как в любой стране сто лет назад. Не так легко, что бы ни случилось. Нужно доказывать измену, а это иногда сложно. Можно проделать мысленный эксперимент. Авраам Линкольн. Представим, что он приехал в наше время, на машине времени. И он ориентирован на брак. Культурный, честный и так далее. И он знакомится с нашим законом. С семейным кодексом. И с правоприменением. Думаете, он бы принял такое? Вступил бы в брак? Или сказал бы, «Вы все чокнулись, это не брак». Не знаю, почему вы называете эту систему браком. Не понимаю. Думаю, про многое он бы подумал плохо. Думаю, он бы ужаснулся нашим положением. Даже с христианской точки зрения, я мог бы предложить, мог бы аргументировать, что современная система антихристианская. Например, по Библии, муж — глава семьи. А сейчас все знают, что у женщин больше власти. Если сложить финансы, детей, психологию. У женщин всегда была существенная часть власти, но редко кто умеет пользоваться ей эффективно. Я не про грубую силу, не про доставание или крики или еще что. Я про силу женственности, которую я описываю в своей новой книге. Это сильно отличается от мужской силы. Причина, почему мы верим в эту тему, главой семьи, не потому, что должна быть ментальность диктатора и раба. Некоторые оправдывают диктаторство этой темой. Но не думаю, что в христианстве, когда подвижники писали об этом, то имели в виду хозяина и раба. Потому что кого любят, к тем так не относятся. И когда вы говорите об идеальной ситуации, в семье, как в компании, разные люди на разных позициях. Если бы в компании было 10 президентов, был бы хаос. В новой книге я говорю о разных типах лидеров. В данном случае, мужчины скорее будут лидерами по задачам. Им больше интересно закончить работу, чем что люди чувствуют, пока делают работу. А женщины скорее будут лидерами отношений. В компаниях бывают лидеры отношений, хотя их так не называют. Но есть те, кто этим занимается. Отделы HR или кто-то похожий. Людей специально нанимают, чтобы они заботились о продуктивности работающих. Чтобы они не просто сделали работу, но и остались бы в компании дальше, не ушли бы. Чтобы не нужно было их заменять. В идеальной семье отец — глава семьи. Но это не значит, что он диктатор. Это значит, что он ведёт. В некоторых ситуациях наоборот. Бывает мужчина от природы лидер отношений, а женщина вроде альфы. Иногда такие отношения работают. Но чаще мужчина — лидер по задачам, ориентирован на задачи, на выполнение работы, а женщина — на отношения. Потому что женщины... У мужчин не бывает детей, только у женщин бывают дети. И чаще всего они растят детей. И если вы работаете, а ребёнок в детсаде, всё дошкольное обычно управляется женщинами. Так что женщины рожают и растят почти всех, кто вообще рождается. Есть исключения. Но в основном, в подавляющем большинстве случаев, женщины. Они от природы ориентированы на отношения. Их заботит, что чувствует ребёнок, заботит, накормлены ли люди, а не то, достаточно ли еды в наличии. А мужчины — лидеры в задачах. И у мужчин нет детей. Им приходится что-то делать. Они идут в мир и защищают свои семьи. В этом смысле раньше было проще. В жизни был большой элемент выживания. И если когда-то будет катастрофа, и мы потеряем большую часть современных удобств, всё очень быстро вернётся в ту же систему. Мужчины будут заниматься тяжестями, пахать поля и так далее. Женщины будут дома взбивать масло, стирать и так далее. Почему так было раньше? Потому что это естественно. Неестественно было бы делать наоборот. А сейчас, посмотреть на корпоративный офис, женщина в костюме сидит, печатает, как, например, юрист, говорит в суде. Этим многие женщины занимаются, но им не приходится физически соревноваться с мужчинами. Они не обязаны. Но они обменялись. Отдали детей в детсад, и другие женщины за деньги растят их детей, в общем-то. А сами видят детей только вечерами и по выходным. Но многие женщины чувствуют, что обязаны так жить. Нравится им это или нет. Просто должны. Так что, когда говорите про главу семьи и прочее, сегодня всё перемешалось, потому что много должностей, на которых женщины могут работать благодаря всем этим удобствам. У нас есть автомобили. Нам не нужно надевать уздечку на лошадь, ловить лошадей в полях, прицеплять к телеге или повозке. Всё это лучше подходит мужчинам. Они этим занимались. Вы упоминали оральные контрацептивы. Они позволили женщинам такой же промискуитет, как у мужчин. Всё смешалось. Раньше тормозом выступали женщины, потому что не хотели детей вне брака. А теперь они могут делать всё то же самое. Проблема в том, что это не сделало никого счастливее. Таблетки — серьёзная тема. Некоторые считают, что технически, после появления таблеток, женщины стали другим биологическим видом. Да, некоторые. Даже так. И если они стали другим видом, то старые правила, я бы сказал, возможно, более неприменимы, не подходят. И женщинам, и мужчинам. Есть миллионы женщин и миллионы мужчин. Они все разные. Я никогда не использовала таблетки. Вообще ничего не использовала. Но я отличаюсь. Я из семьи, где было много врачей. Я знала о побочных эффектах и не хотела их. Так что не использовала. Но мои дочери пользовались, и я это понимаю. По большей части, моя семья использовала контрацепцию, чтобы регулировать разницу между детьми. Не для промискуитета без последствий. Это личный выбор. Но возможности-то есть у женщин. У мужчин нет. И они несчастливы. Несчастливы. Причина, почему существует очарование женственности — несчастье. Иначе это не понадобилось бы. И спорить об этом можно целыми днями, но браки не стали лучше, а люди счастливее. Я читала... Вы знаете журналистку Барбару Уолтерс? Да. На самом деле Нил Постман упоминал ее. Она брала интервью у моей матери. Давно. Но я читала ее книгу, и она писала, что вышла замуж девственницей, потому что хорошим девушкам так положено. Всегда был риск беременности. И в социуме это считалось недостойным. Люди бы шептались за спиной, что ты спишь с кем-то. Это означало низкий статус. И это полностью изменилось. Я только что показывал сыну фильм, отличный фильм, называется «Сильная женщина». Не видела. Не помню имя актрисы, но не суть. Показали недавнее прошлое. И там это огромное событие. Беременность до брака. Вне брака. Огромное событие, бросающее тень на всю семью, включая отца, мать, сестру и так далее. Но опять же, говоря о таблетках, почему я написал тот комментарий вчера? Окей, не буду здесь его повторять. Но если таблеток нет, то да, можно ожидать, что девушка на момент свадьбы девственница. Так что, если она отказывается от секса, то понятно, почему. В то же время, в фильме девушке 15 или 16 лет. Старшая школа. А теперь мы говорим про 30-летнюю женщину. В 99% случаев она не девственница. И вы у неё не первой. И она говорит, что отказывается от добрачного секса. Выглядит абсолютно нелогично для меня. Не знаю. Секс очень интимный. Нет ничего более интимного. Человек в любой момент может решить, не хочу больше этим заниматься. Хочу стать другой. И даже если у неё был небольшой опыт, она может поменять отношение к этому, потому что есть ли что-то более интимное? Не приходит в голову. Это очень личное. Очень личное. И заниматься этим с тем, кого даже не знаешь, это приводит меня в недоумение. Давать кому-то пользоваться своим телом, кого даже не знаешь. Почему использовать? Это взаимно. Почему использовать? Вы используете тела друг друга, когда даже не знаете друг друга. Это как... Если подумать, это ваше тело. Мало кто пойдёт в торговый центр и гуляет нагишом. Вы смутитесь. А они показывают своё тело кому-то, кого даже не знают. И позволяют смотреть и прикасаться. Это странно, когда с незнакомцем. Сначала веселитесь, потом позволяете смотреть и трогать. Это огромный прыжок отсюда до сюда и за очень короткое время, не зная человека. Есть и венерические заболевания. И так рождаются дети. Даже если вы предотвращаете зачатие, всё равно это именно тот способ, которым получаются дети. Даже животные, большие африканские животные, они спариваются только когда самка готова, иначе она не позволит. Да, в этом смысле люди очень сильно отличаются от животных. Львица. Если не готова, то забудь. Они спариваются только для размножения. То же и у слонов. Наверное, есть другие животные, но обычно самки подпускают самцов только для воспроизводства. Люди отличаются. Они занимаются этим для развлечения. И всё равно есть побочные эффекты. Я как-то говорила в другом видео для женщин. Когда у вас секс с кем-то, тело производит очень много веществ, веществ удовольствия, как окситоцин. У мужчин он тоже выделяется, но тестостерон его блокирует. Мужчины не так сильно привязываются от секса, как женщины. И когда женщина из-за секса привязывается к тому, кого не знает, то не понимает, что это было на одну ночь. А завтра он будет с другой. У женщины от такого разрывается сердце. А она даже не понимает, почему. Эмоционально это тяжело. У меня личные проблемы с такими гормональными объяснениями. Если особенности поведения женщин можно объяснить гормонами, они ничего не могут с собой поделать, они такие от природы и так далее, тогда то же самое должно относиться и к мужчинам. У них также есть гормоны, и они тоже влияют. И это огромное влияние. Думается, большинство женщин даже не представляют, насколько это большое влияние, уже начиная с 12-13 лет. Трудно представить. Нормальный мальчик проходит пубертат, скажем, в 13. А жениться ему предстоит в 23-25 лет. 23 — это возраст, когда тестостерон начинает медленно падать. То есть он уже прошел свой сексуальный пик. К этому моменту у него должно было бы быть 7 лет очень активной жизни. А теперь мы ему говорим «Можешь жениться и развлекаться». С тестостеронной точки зрения, это полное сумасшествие. Мы как-то говорили об этом. Только потому, что мне хочется пирога, это не значит, что я должна его съесть. Я растолстею, если буду есть. Так что, когда я отказываюсь от пирога, то не говорю, что никогда не буду его есть. Я ограничиваю, сколько съесть, потому что хочу быть стройной. Так что только потому, что есть тяга, нам нужно контролировать себя. Например, иногда мне не хочется вставать в 6 утра, но я встаю, потому что мне нужно, потому что хочу что-то сделать. Чтобы иметь хорошую самооценку, хорошую жизнь, нужно себя контролировать. Во многих областях нужно вставать. Хоть иногда ты устал, иногда ты не выспался, чтобы что-то сделать. Ты не ешь, когда сильно занят. Мать часто остаётся без еды, пока не накормит детей. Люди могут такое делать. Животные обычно нет. Когда они голодные, то обычно не делятся. Люди — да. Это одно из наших отличий. Только потому, что у вас есть тяга и позывы, не значит, что эту дикую лошадь не нужно держать в узде. Не укращать. Да, но по культурным стандартам там должен быть ноль до брака. И это полностью против природы. На 200%, если такое возможно. Да, но некоторые так делают. И тут вам не позволяют брать по чуть-чуть. Вам ничего не позволяют. Аналогия с пирогом? В природе пирогов нет. А секс — на нижнем уровне пирамиды масла. На нижнем. Вместе с едой. Настолько это базовое. Еда — это сложно. Потому что мы все становимся голодными несколько раз в день. В то же время без еды не обойтись. Взять вот людей с пищевыми расстройствами. По-моему, это одна из самых тяжёлых зависимостей. Потому что устранить еду невозможно. Нужно научиться этим управлять. Отличная мысль. Скажу сейчас, а то забуду. Я практиковал длительные голодовки. Полностью, без еды. Мой рекорд — 28 дней. Но воду пили? Иногда да, иногда нет. Бывало через день. Зачем вы это делали? Частично для эксперимента, частично для здоровья. Есть информация, что это даёт сильный и положительный эффект. Но суть не в этом. Чтобы проиллюстрировать женщине, на что это похоже, иметь тягу к сексу, но не иметь его, годами, женщине стоит прекратить есть. Примерно на третий день наступает особая фаза, которая имеет своё название. Чувство голода будет такое, что вы наполовину сойдёте с ума. И на третий день чаще всего происходит как это называется, когда алкоголик в завязке начинает снова пить. Срыв, да. Да, и когда начинают пить, то снова начинают так же зависеть. На третий день очень легко сорваться. Это самая сложная часть. После этого чувство плавно убывает. Оно никогда не проходит, но нет ничего сложнее этого третьего дня. Так что, чтобы проиллюстрировать женщинам, предложу голодовку на пять дней. У женщин тоже есть тяга. Сдаётся ничего сравнимого с мужской. Если говорить о тестостероне, норма в 20 раз выше. У мужчин в 20 раз больше тестостерона, чем у женщин. Потерял мысль. Иногда, когда говорю с женщинами и хочу описать этот эффект, то примерно так. Представьте, что у вас есть вторая разновидность голода. И в этом смысле вы всегда голодны. Всегда. Большинство женщин даже представить не могут, что такое постоянно жить с этим ощущением. Возможно, это несколько преувеличенно или оскорбительно. Но иногда я описываю женщину в браке как наркодилера. У нас есть наркоман и наркодилер. И у них отношения в сексуальной сфере. И это не очень здоровые отношения. Наркоман и наркодилер. Они не равны. Это немного пессимистичный взгляд. Потому что в хорошем браке это общая сфера. Потому что для женщин женщины часто используют секс для выражения любви. Не просто секс ради секса. Это романтика. То есть это часть отношений. И это углубляет любовь. Это не просто ради веществ. Не ради физики. Это эмоциональное. И далее к духовному. Когда они любят, они хотят выразить свою любовь таким образом. И когда у вас такие глубокие отношения, то с каждым разом секс все больше наполняется смыслом, в отличие от секса с незнакомцем, с тем, кого вы не знаете, с кем нет активных отношений. Секс без обязательств очень далек по силе и глубине от секса с обязательствами в хороших отношениях. Иначе будет... Как это описать? Можно есть фастфуд целыми днями. Америка знаменита своими огромными порциями еды. Но когда попробуете хорошо приготовленное блюдо, маленькую порцию чего-то особенного, то захочется притормозить и съесть его медленно. Настолько оно хорошее. Тогда не скажете «Дайте мне кучу этого, потому что я голодный». Что-то особенное ощущается лучше. Лучше по вкусу. С таким не хочется спешить. Ух ты, кто пришел! Сергей, как поживаете? У вас дела? Да. Вот какого элемента не хватает. Когда вы в отношениях с женщиной, которую сильно любите, каждый сексуальный эпизод глубже и имеет большее значение, чем в поверхностных отношениях. Они не дадут вам такого, чего дадут глубокие отношения. Я вспомнил, что хотел сказать по теме. Это только мой личный опыт, но я точно знаю и из брака, и из опыта после брака. Я понял довольно рано в браке, на самом деле, что секс не самая интимная вещь в отношениях между людьми. Довольно глубокая вещь, но точно не самая глубокая. Не то чтобы глубокая, очень личная, физически интимная. Но делиться своими глубочайшими страхами и желаниями наверное, самое личное. Потому что можно получить секс с проституткой, и она даже не знает, как вас зовут. Но когда открываешь сердце кому-то, ты веряешь ему все, что вынес из детства. Что-то хорошее, что-то, что пугало, что никому нельзя доверить. Личный опыт и страхи, которые испытываешь сегодня. Доверяешь кому-то. Этот кто-то становится свидетелем твоей жизни. И он тебе лоялен и верен. Ничего сравнимого нет. Если говорить о случайном сексе со многими людьми, это не даст таких отношений. лучших, какие только возможно. С одним преданным человеком, который вас крепко любит. Я не имел в виду промискуитет, что он не имеет значения. Я имел в виду, что, возможно, это не имеет отношения к тому браку, который существует сейчас. Это как бы другая орбита. Даже в сегодняшнем браке люди ожидают верности. Поэтому это и называется измена. «Измена». Да, но закона такого нет. И нет вины, опять же. Раньше был, но его было невозможно применить, невозможно доказать. Когда-то измена была незаконна. Сегодня это слишком сложно применить. Слишком много людей так поступают. Так что законов недостаточно. Но как-то же применяли. Существовали незаконно рожденные дети. Как-то их отслеживали. Незаконно рожденные сегодня нет такой стигмы. По крайней мере, не у нас. У вас есть? Быть незаконно рожденным даже во времена моего детства, это снижало шансы на успех в жизни. Несмотря на то, что сам ребенок в этом никак не виноват. Да, потому что была разница по закону. А теперь разницы нет. Да. Снова значение поменялось, а название осталось прежним. Вы это знаете, но гарантирую, большинство не изучает историю. Они видят только то, что есть сегодня. Иначе мы бы увидели, что повторяем историю по многих политических ситуациях. Люди думают, например, некоторые что социализм — это хорошая идея. Они не смотрят на другие страны, которые это пробовали и получилось так себе. Не смотрят на оборотную сторону или комплексно. И это старо как мир. Это циклично. Люди не видят, не изучают. Вы изучаете брак и знаете некоторые вещи, но большинство это не волнует. Их волнует только то, что есть сейчас. Волнует счастье. А когда они несчастливы, то не знают почему. Я знаю некоторых людей, много лет их женщины делают ошибки в браке и не замечают этого. Я, конечно, этого им не скажу, это не моя зона, но я вижу и крупное, и мелкое, и все это накапливается. И из-за этого у них с мужьями отдаленность. Потому что они делают это все, и никто никогда им не объяснял, какой вред это приносит со временем. Вы сказали, женщины бывают наркодилерами. Некоторые браки такие, вы правы. Некоторые такие, а некоторые совсем другие. Есть такие, где муж абьюзер. Раньше муж мог законно насиловать жену. Теперь это незаконно. Насколько я знаю, даже такого понятия не было. Изнасилование в браке. Да, это не считалось таковым. Хотя по факту и было. У мужчин в некотором смысле была собственность на женщин в браке. Когда мужчина женился, вся собственность жены переходила к нему. Когда мы с Бобом поженились, я как-то позвонила в банк, он попросил меня узнать баланс. Они мне не сказали, сколько там денег. Нужно было, чтобы он запросил. Хотя это был общий счёт. Я не могла. Это не было разрешено. Хоть это был и мой счёт. У Карен Строган есть лекция, где рассказывается об этой системе, которая называлась «Ковертура. Как и почему она появилась». Очень интересная лекция, я пришлю ссылку. Я тогда такая «Что?» Мне и тогда это показалось странным. Но я только недавно вышла замуж. Опыта особо не было. Был небольшой личный счёт, когда была тинейджером. Я вышла замуж с 19. Так что не разбиралась в таких вещах до замужества. Прошло несколько лет, и тогда появилась возможность позвонить в банк и узнать баланс. У женщин не было таких прав. И ситуация, что женщинам нужны эти права, возникла из-за того, что слишком много мужчин злоупотребляли системой, а женщины злоупотребляли другими вещами. Так что деградация общества вынуждает иметь больше законов и больше контроля. Вы не думаете, что это меняет всю природу брака? Возможно, это и небольшая вещь. Теперь у жены может быть собственный счёт и собственные финансы. Но даже эта небольшая перемена — серьёзное изменение в масштабах института. Когда Джордж Вашингтон женился на своей жене Марти, возможно, вы знаете о его жизни, она была замужем до того, и её муж умер. Кажется, у неё было четверо детей, и вроде бы двое из них умерли. Не помню, сколько было в живых, когда она вышла за него. Но тогда она была одним из богатейших людей в колониях. У неё была огромная плантация, и ей нужно было выйти замуж, потому что она не могла управлять этим всем сама. Она наняла управляющего, приходилось ему доверять. В те времена женщины недолго оставались незамужними, потому что им нужен был мужчина. А мужчине нужна была женщина, чтобы иметь детей и семью. Так что, когда они поженились, у него была и своя плантация, и её. Так что они стали богатейшими людьми в колониях. Но Марта была необычной, потому что обычно в те времена не наследовали. Но муж так устроил, что она унаследовала и управляла всем. Но всё равно хотела быстрее выйти замуж. Не думаю, что прошло много времени между смертью её мужа и новым замужеством. А ему нужно было остепениться, укорениться. Возможно, вы знаете, у них не было общих детей. Никто не знает, почему. Но с точки зрения закона, он владел всем её имуществом с момента замужества. Но её это не волновало, потому что она знала, что он ей предан и что он будет всем управлять. А она управлять не хотела. Это тяжело. У них были рабы. Некоторые думают, что ты просто сидишь под веером, а рабы всё делают. Нет. Им приходилось тяжело трудиться, заботиться об этих людях с рождения до смерти. Предоставлять медпомощь, одежду, еду. Когда человек старел, то больше не работал. В общем-то, это была как пенсия. В 75 лет никто не работал. Ни мужчины, ни женщины. Прекращали работу. В общем, у Марты была огромная работа организовывать всё питание и для всех людей организовывать одежду на весь год и обувь, организовывать медпомощь. Огромная работа. Если бы не было мужа, она бы не выдержала. Он управлял всей землёй и закупками. В те времена, в основном, всё закупали в Англии. Он управлял этим всем. Контролировал ограды. Объезжал верхом ограды. Проверял. Всем вот этим, мужским, занимался. Она была очень занята. И не знаю, как женщины всё это делали тогда. Правда, не знаю. Мой ассистент, Дженни на днях сказала, что хотела бы жить в 1840 году. Там было бы легче. Я сказала, похоже, ты выбрала лучшее из 1840 года, а худшее нет. Не было ни антибиотиков, ни дезодорантов, ни зубной пасты. Многого из того, чего не замечаешь. Кондиционер, отопление. Был бы камин. Постоянно были происшествия при езде на лошадях. Люди столько не жили. Умирали от того, от чего сейчас не умирают. Мы часто сравниваем лучшее тогда с худшим сейчас. И хотим этого лучшего, в то время, как это всегда смесь. Если взять брак 200 лет назад, что нам в нём нравится и что, возможно, не нравится. Возможно. Но моя отправная точка была, что это была совсем другая штука в целом. Например, это возможно на русском языке. Я могу взять книгу некого святого, жившего, скажем, 300 лет назад. И у него были известные лекции, проповеди о браке. Много советов. Каким быть, как следует поступать, как не следует и так далее. О чём бы он ни писал, если я читаю это сегодня, технически это неприменимо, потому что он писал это для другой системы. Всё было другим. Так что его советы, его подходы, они теперь ничто. Совсем ничто. Потому что тот брак, о котором он думал и писал, его больше нет. Он не существует. Возможно, есть где-то в странах третьего мира. Не знаю. Можете рассказать что-то из того, о чём вы читали? Что так изменилось? Да, в общем, это не имеет значения. О чём бы он ни писал, все эти советы сложно отвязать от домашней экономики, потому что это всё было переплетено. Я не хотела подловить, просто хотела услышать что-то из прочитанного, любопытно. Да, всё отличается. Люди отличаются. И в то же время не так сильно. Я читала что-то из времён Елизаветы I. Королев Англии. И там видно, люди не так сильно изменились. Их расстраивают те же вещи. Они хотят тех же вещей. Ощущается связь с людьми, которые жили давно. Хоть культура была другой, еда была другой. И просто ежедневный порядок был другим. Они не принимали ванны, как мы. У них толком не было водопровода. Даже такая идея, как кровопускание, сегодня звучит странно. Мы не ставим пиявок, не делаем кровопускание больным. Мой брат говорит, что иногда всё ещё пускает кровь в определённых случаях. Но я таких людей не встречала. Не помню, откуда люди тогда взяли, что это помогает. Но звучит странно. А раньше это делали постоянно. Так что что-то изменилось. Пары, мужья и жёны. Если у вас было 12 детей, шансы, что все доживут до зрелого возраста, были малы. Так что если был брак, то было и больше смертей. Младенческая смертность была выше. Материнская смертность была выше. Тогда людям приходилось с этим мириться. И когда женщины беременели, нужно было планировать на случай, если они не выживут. И если они умирали, а при этом были другие дети, это ложилось огромным грузом на отца, если он есть. А если он убит на войне, как вы и сказали, некоторые вещи сильно отличались. Когда женщина объявляет, что она беременна, она не думает на тему, что если я не выживу? Или что если ребёнок не выживет? Обычно это радостная новость. Не так, что ребёнок умер на третий день. Смотришь на церковные книги Европы, записи о рождениях и смертях. Столько детей умирало во младенчестве. И столько женщин умирало родами. У нас такого нет. Одна эта перемена изменила бы динамику брака. И это не маленькая вещь, огромная. И она связывала людей крепче, в том числе для выживания. Мы сейчас сильно не волнуемся о простом выживании. В некоторых странах — да. Но где живёте вы, и где живу я? Мы не волнуемся, как бы не умереть на следующей неделе. Раньше тут были и бандиты, и разбойники. Наверное, так же и в России. Скажите, если вдруг нет. Здесь женщина может... Я могу сесть в машину и поехать в Нью-Йорк. И женщины часто делают это в одиночку. Раньше это считалось крайне опасным. До появления быстрых машин. Не тех, ранних, на 25 миль в час. Потому что были бандиты, разбойники. На вас могли напасть. Это может быть и при быстрых машинах. Так что останавливаешься на заправке, заправляешься и уезжаешь. Это тоже многое поменяло. Женщины могут ездить по нескольку дней. Я ездила отсюда, из Миссури, в Аризону. Это два дня. Одна. Перегоняла машину дочери. Обратно самолетом. Пока ехала, думала, раньше я бы так не смогла. Сто лет назад. Сто пятьдесят лет назад. Потому что это слишком опасно. Даже тогда я ехала только днем. Чтобы не нарваться на выпивших и прочее такое. Если говорить про изменившийся брак, каждая такая перемена меняет его, меняет динамику. Одна только младенческая смертность сильно все изменила. Как вы сказали, женские контрацептивы меняют все. Позволяют женщинам промискуитет. Раньше большинство женщин так себя не вели, поскольку не хотели в одиночку разбираться с беременностью. С ребенком. Мужчина может сбежать. Женщины нет. Она была более осторожна, поскольку она бы осталась сама по себе, если бы сглупила и забеременела. Некоторые даже не знают, кто отец ребенка. Раньше это и доказать было нельзя. Никто не отвечал. Вообще-то, сегодня почти то же самое. Есть же ДНК-тест. Да, ДНК. Если вы подозреваете, что тут что-то не то. И если получите разрешение. В некоторых странах требуется разрешение от государства, или от матери, или от обоих. А иначе это уголовное преступление, как во Франции. Это уголовное преступление. Отцу сделать ДНК-тест своему собственному ребенку. Вот в такой реальности мы живем. Если вы отец? Здесь США также? Не знаю. Возможно, в некоторых штатах. Не знаю. Это для меня новость. Никогда с этим дело не имела. Так что не знаю. Если бы Ричард был здесь, он юрист, возможно, знает. Что тут странно, механизм ДНК-тестирования мог бы принести революцию. Мог бы устранить все возможные сомнения в отцовстве, которые были всегда. И сейчас это довольно дешево. Это можно было бы делать в обязательном порядке в медучреждении сразу после рождения. Но не делают. Ну, если вы знаете, кто отец, что это ваш муж, то это пустая трата денег, если это не нужно. Но все, что вы перечислили о нехватке прав мужчин и от других мужчин, я это тоже слышала. Они говорили. Будет какая-то коррекция в законах. Просто должна быть. Будет. Но правда в том, что пока люди не станут более моральными и хорошими, законов всегда будет не хватать для управления. Слишком много способов ускользнуть. Много коррупции. Слишком много. Но так же, как женщинам нужна защита от преследования, нужна, потому что слишком много мужчин преследует женщин. Так что пришлось ввести закон. В идеальном обществе это не потребовалось бы, потому что никто никого не преследовал бы. Но сейчас не идеально. Если многих мужчин используют, то, возможно, эти законы тоже поменяют. Но полностью эту проблему не решит. Поскольку люди испорчены, всегда будут новые способы использования. Так что мы работаем над собой, чтобы стать лучше. а не над тем, чтобы улучшить других. А очарование женственности это о работе над собой, а не над другими людьми. Себя вы изменить можете, и никто не будет жаловаться, если вы меняете себя в лучшую сторону. над собой можно работать целыми днями. Это никого не оскорбит. Чего люди не понимают, когда вы меняетесь к лучшему, когда избавляетесь от слабостей, преодолеваете их, это влияет на людей вокруг в лучшую сторону. Это правда. Это не нужно делать специально. Это само происходит. Если вы бывали рядом с человеком, который положительно влияет, то знаете, как это отразилось на вас. Вы хотите измениться, хотите быть похожими на них. В этом наша цель. Постараться изменить себя и, изменяя себя, принимать других людей, как они есть и какие они есть. Принятие — сложный вопрос в нашей группе очарования женственности. Сложно научить этой концепции принятия людей такими, как они есть. Женщины думают, что принятие означает согласие со всем, что человек делает. Но это вообще не относится к согласию с его действиями. Это значит принимать его, как он есть сегодня, со всеми его слабостями и недостатками. А если не можете его принять, то не выходите за него замуж. А если вышли, то должны принять его. Принятие не значит, что если он делает что-то грубое, то всё в порядке. Границы должны быть. Принятие значит, что вы не собираетесь его менять. Так, посмотрим, как его улучшить. Не делать из него свой проект. Понимаете? Себя нужно сделать своим проектом. А в нём искать всё положительное. Мы работаем над новой книгой о любви. Там есть конкретные советы, как ценить в нём положительное. Например, он рассказал хорошую шутку, записать это в журнал, всё время искать что-то. Он сделал что-то хорошее для кого-то, сказал что-то мудрое. Такая вот форма, которую вы заполняете, о том, кого любите. И становитесь лучше. Странный эффект в том, что когда вы принимаете и любите другого человека, он более расслаблен и проявляет себя с наилучшей стороны. Не потому, что в этом была ваша цель. Это не может быть вашей целью. Цель — это вы сами. Остальное — это влияние. Так же, как когда вы рядом с очень оптимистичным человеком, у которого много харизмы. Он честный, прямой. Вам хочется стать таким. Когда я ребёнком увидела фильм «Бен Гур», вы его видели? Как название ещё раз? «Бен Гур», 1959 года. Там большие скачки на колесницах в Риме. Да, наверное, этот фильм по-русски называется «Бен Гур». Когда я была ребёнком, родители сводили меня на него. И он на меня повлиял. Я выходила из кинотеатра и хотела стать этим удивительным человеком. Потому что главный герой показался мне таким замечательным мужчиной. Настолько хорошим, что я подумала, «Хочу быть очень хорошей». Потому что он повлиял на меня. Этот фильм. Это также относится ко мне и вам. Если мы работаем над тем, чтобы стать честными, достойными уважения, следим за собой всё время, люди вокруг начинают говорить, что вы на них влияете. это также работает, если вы преступник, злой человек. Например, если кто-то, не вы, например, убийца, он влияет на людей вокруг в плохую сторону, даже если люди об этом не говорят. его темнота как-то влияет на людей вокруг. И также влияет свет. Только тут в примере темнота, а мы говорим о свете. Мы можем работать над собой. И это приносит хорошее ощущение. Хорошее ощущение, когда вы — это ваш проект. Когда упражняетесь. Когда ставите себе задание каждый день сделать что-то хорошее для кого-то, не ожидая благодарности. Может быть, и что-то другое. Например, улыбнуться кому-то. Помочь. Подержать дверь. Мы можем делать сотни и сотни дел для людей. Ободряющих дел. Вокруг вас становится светлее. Не от физического света, а скорее от внутреннего. И люди к вам притягиваются. Это трудно описать. Это необыкновенная жизнь. Но это другая тема. Я про очарование женственности. Мы за позитивные. Поэтому я не люблю, когда женщины пишут негатив про своих мужей там. Потому что эта группа существует не для ругания мужей. Это мы не поддерживаем. Но и жен я тоже ругать не хочу. Так что мы стараемся их перенаправлять. А не просто говорить, не делайте так. Всегда стараемся использовать возможности для обучения. Помочь им так не делать. Потому что очарование женственности это про принятие мужчин, как они есть. А не так, что «Мой муж ненормальный, делает то-то и то-то». Это не помогает. Никому не помогает. Особенно тому, кто это говорит. Я даю им такие задания. Например, «Назовите мне... Назовите мне какой-то храбрый поступок мужа за сегодня. Вышел по делу на улицу, когда было минус 20. Ну, сейчас тепло, так что сегодня это не подойдет. Например, «Вышел на работу и отработал весь день, хотя плохо себя чувствовал. Устал». О множестве вещей можно подумать. Я надеюсь, вы кого-то такого найдете однажды, Сергей. Такие женщины есть, я знаю. Которым вы понравились бы. Которые бы вас любили и поддерживали. И думали бы, что вы — лучшее, что случилось с ними. Возможно. Но я не в активном поиске. Это точно. Такое трудно искать. Трудно искать. Это просто... Нужно заметить, когда встретиться. Возможно, у вас такой возможности еще не было. Но надеюсь, что будет. Потому что ничего лучше нет. Возможно. Я не зарекался. Но... Ну и не стремлюсь тоже. Я это понимаю. Люди сильно обжигаются. Не доверяют. У меня есть брат, который был женат дважды. И довольно сильно боится теперь. Он не нашел. Пока не нашел никого, кто был бы хорошим выбором для него. Хотя он замечательный, хороший мужчина. Но я понимаю гиперосторожность. Он гиперосторожный. Дело даже не в том, что осталось рано. Просто экономический риск. Рискуйте своим временем, финансами, имуществом. Результаты ничем не гарантированы. А риски гарантированы. А мне еще о ребенке заботятся. Так что... Сколько ему? 16? Да, 16. Так что самое важное в первую очередь. Если он пойдет на высшее образование, то мне еще обеспечивать его лет 7 примерно. Чем он собирается заниматься? Пока не решено. Возможно, IT, возможно, медицина. Неизвестно. Ну, он еще очень молод. Наш сын Джон всегда хотел стать доктором. Еще с детства. А Ричард колебался, пока не поступил в колледж. Не все знают точно. Что ж, можем просуммировать? То есть, вы не видите проблемы в использовании слова «брак». Несмотря на то, что смысл сместился во многих направлениях. Другого слова нет. Никто не придумал другого слова. Так что люди думают о нем как о церемонии. А потом вы живете вместе. Так люди об этом думают. Да, но церемония, атрибуты, платья, гости — это все декор. Да. Это не содержание. У нас уже больше 50 лет. У нас с Бобом именно брак. Все эти годы. Это брак. То, что у нас, мы называем это браком. Потому что другого слова нет. Возможно, в русском есть другое слово. Возможно, английский просто беден, но другого слова нет. Я не знаю синонимов. Иногда используется слово «партнерство» или «партнерство» или «партнерство». Но это же используется в бизнесе. Технически, если бы это было нечто вроде финансового контракта, который был бы обязателен к исполнению, то слово «партнерство» подошло бы. Я вообще не понимаю, почему у нас нет нескольких разных типов союза. Если бы это зависело от меня, я бы ввел несколько разных типов. Хотите «партнерство» — вот законный путь для партнерства. Хотите «религиозный брак» — есть и такой путь в законе. Например, в партнерском браке мог бы быть развод, а в религиозном браке нет, например. Это одна из черт, которыми они могли бы различаться. А также и финансовые различия, и различия касаемо детей и так далее. Не знаю, в современном мире будет сложно найти кого-то, кто согласится на брак без возможности развода. Что если муж, например, становится серийным изменщиком? Или бьет. А выйти нельзя. Застряли. Что если жена прекратит заниматься с вами сексом, а права пойти куда-то еще нет? Тот же риск. Это... В очаровании женственности мы говорим не в книге моей мамы, а в моей. Что когда вы выходите за мужчину, морального мужчину, вы забираете его с рынка, так сказать. И будет неправильным сделать так, а потом отказать ему в базовых нуждах. Это не значит, что вы обязаны выполнять в сексе то, что будет вам некомфортно. Но будет неправильно, если... Он согласился на эксклюзивные отношения с вами, а вы в этом отказываете. Это неправильно. Неправильно. Если он религиозен или морален, и не хочет чувствовать себя изменщиком, он не может и дальше быть хорошим человеком, в то время как ему отказывают в базовых нуждах. Думаю, вы меня понимаете. Это было бы неправильно. Забрать мужчину с брачного рынка, а потом сказать, ну раз ты уже мой, то ничего не получишь. Это неправильно. Я имел в виду, что сексуальная сфера просто пример. У жены есть множество способов разрушить жизнь мужа. И секс только один из них. Не только у жены, у обоих. Да. Тем не менее, люди как-то выжили без развода. Так что это было возможно. Иногда они жили раздельно, годами. Если знаете, у Бенджамина Франклина был плохой брак с его женой Деборой. И хоть мне это не нравится, он написал это в собственной книге. В Европе у него были подружки. С женой он не виделся, кажется, лет 17. Он просто жил в Европе, проводил переговоры с королем Людовиком, чтобы тот помог революционной войне, войсками и снабжением. А его жена, он посылал ей письма, например, говорил, в какой цвет покрасить дом. Управлял ей из Франции. А сам в колониях не находился. В итоге она умерла раньше, чем он вернулся. Так что, в общем-то, он её бросил. И они не развелись. Она просто застряла. А у него во Франции были женщины. Ходил с ними в бане и прочее такое. Так что такое было всегда. Злоупотребление браком было всегда. С обеих сторон. Мужчинами и женщинами. Вот если бы были такие свахи, которые на 100% гарантировали бы идеальную пару, но таких свах не существует, хотя бы кого-то, кто будет вызывать улыбку каждый день. В хорошем смысле. Может, лучше не говорить, но у меня были и есть люди, вызывающие улыбку. Даже если просто подумать о них. Но всё это вне семьи. Ну, что ж. Думаю, мы можем закрыть тему о значении слова «брак». Если бы мы могли, то многое бы поменяли. Но иногда мы можем только что-то испытывать на себе, а менять не можем. Мы можем менять себя. Мы можем менять себя во многих аспектах, хоть и не во всех. Я стараюсь больше походить на Боба. Он на всё смотрит оптимистично. Я бы хотел о себе эту черту. Он в восторге от каждого дня. В каждом дне находит что-то прекрасное. Я волнуюсь. Это моя черта. И это одна из моих слабостей. Она мне не нравится. И не смогла это полностью победить. Но частично смогла. Это для меня сложно. Я волнуюсь. А он нет. Так что для него каждый день — это новое приключение. Новый опыт. Каждое утро он, лёжа в постели, думает обо всём, за что благодарен. Думает обо всём этом, а потом чувствует эту благодарность. И она даёт ему энергию на целый день. Например, иногда он благодарен за то, что у него есть зрение, потому что у него есть слепые пациенты. Иногда за то, что у него есть автомобиль на ходу. За то, что есть дом, в котором можно жить. Он всегда говорит, что благодарен за меня. Так много всего, за что он благодарен, что ему приходится ограничивать число благодарностей. У всех есть что-то, за что можно быть благодарным. В самом деле. Не просто поверхностно. Благодарным за здоровье. За то, что можно ходить, что у вас хороший интеллект. Ум. Конечно, если бы ума не было, вы бы и не заметили. Нечем было бы заметить. Если IQ 60, то нечем это заметить. Некоторые пациенты ему говорят, я очень умный. Это как раз те, у кого IQ низкий. Более умные люди обычно не считают себя очень умными, потому что понимают, что многие еще умнее. Они понимают, насколько многого они не знают. Не особо умные. Думают, что знают много. Интересная человеческая черта. Но всегда есть что-то, за что можно быть благодарным. Если бы не эти медиа, наши подписчики никогда бы не познакомились. Я благодарен, что вы говорите по-английски, потому что я не говорю по-русски. Я благодарен, что смог вас найти, и что вы пошли на контакт. Можно спросить, откуда вы так хорошо знаете английский? Ничего особенного. Плохо учил его в школе, а после школы попал на двухгодичные курсы от работы. Собственно, и все. Остальное просто практика с коллегами. Наверное, у вас талант к языкам, потому что у вас очень хороший английский. Не думаю. Я начинал учить немецкий четыре раза. Безуспешно. Французский пошел лучше, и китайский пошел лучше, но их я учил недолго. Китайский? Китайский был легче немецкого? Начальный китайский, да. Для меня он был легче немецкого. Ух ты, не знала. На скольких языках вы говорите? Только на двух. Если это можно назвать разговором. Я не особо хорошо говорю по-английски. Да нет же, хорошо. Вы понимаете, и мне не приходится себя ограничивать в речи с вами. Я знал о людей, которые изучали английский. Мне приходилось говорить с ними очень медленно, чтобы они понимали. А сейчас я говорю нормально, и вы, похоже, все понимаете. Да, это пассивный словарь. Я понимаю много. Я могу смотреть новые фильмы, и обычно мне не нужен перевод. Даже если что-то не расслышу, то догадаюсь. Но разговор — другое дело. Тут действительно нужна практика. Да, это отличается от чтения. Валерия хочет показать нам некоторые российские фильмы. Конечно, с английскими субтитрами. Они уже что-то посмотрели с Ричардом. Говорят, есть потрясающие фильмы. Хочу посмотреть. Хорошие режиссеры и сценарии. Есть фильм о... Не уверен, как называется по-английски. О Бароне Мюнхгаузене. Советский фильм. Вам стоит посмотреть. Как называется? Наверное, Мюнхгаузен. Тот самый Мюнхгаузен. Он немецкий? Фамилия немецкая. Барон Мюнхгаузен. Который выдумывал историю о своих приключениях и путешествиях. Но советский фильм показал его жизнь с особого ракурса. Есть хорошие фильмы о Петре Великом? Да, несколько. Даже много. Десяток, возможно, и больше. Это только самые знаменитые. Есть и менее известные. Много. Хочу посмотреть. Я смотрел и некоторые корейские фильмы. Тоже есть очень хорошие. Корейские? Да, Ким Кедук. Ким Кедук видел. Моя дочь живет в Корее, так что советует иногда. Тоже с английскими субтитрами. Некоторые очень хороши. И есть очень хорошие актеры. Прямо ух ты. Old Boy. Выпускник. Выпускник? Лиза сказала мне его не смотреть. Сказала, что не понравится. Ричард посмотрел, ему понравилось. Наверное, вам не понравится. Но фильм отличный. То есть вы слышали. Я скажу Ричарду, что вы о нем слышали. Вы его смотрели? Да, несколько раз. По рассказам, слишком кровавый для меня. Больше похож на кошмар. Ричард и Лиза сказали, «Не смотри, мама, тебе не понравится». Но они про него много говорили. Смотрели его здесь, внизу. У них были субтитры, так что я хоть и слышала, но не поняла. Выпускник, да. Так вы смотрите корейские фильмы? Да, иногда. Боже мой, вы хорошо образованы? Ну, это не образование, это развлечение. Да, но вас интересуют явления из разных стран. Здесь некоторые интересуются только боевиками, где много компьютерной графики и спецэффектов. Все похожи друг на друга. Убийства, насилие, роботы и так далее. А вы смотрите очень разные. Я в группе упоминал фильм, думаю, он вам понравится. «Л'Этернити». «Вечность». 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 Французский. Французский? Да. О чем он? О семье. О нескольких поколениях семьи, если кратко. Но это ваш тип кино, он вам понравится. Сильно. Если возможно, смотрите его на большом экране и в высоком качестве, потому что каждый кадр на паузе выглядит как картина. Правда? Да. Как только закончим, я запишу, попрошу Ричарда найти его. По-моему, на английском называется «Вечность». Оригинальное французское название «Л'Этернити». Был французский фильм «Фонет». Его Лиза нашла несколько лет назад, чтобы посмотреть с Ричардом. Хороший фильм, но такой грустный, что не знаю, смогу ли его снова смотреть. Очень хорошо сыгран. Про детей, чьи родители погибли в автокатастрофе. Не знаю, где они нашли таких детей. Они отлично играли. Очень натуральные переживания. Но и вот так грустно было смотреть про всё это. Тяжело. Но снят был очень хорошо. До сих пор помню. Кстати, Амели. Вы видели Амели? Фильм Амели. Видели? Нет, но моя сестра... Содритоту. Он на Нетфликс? Не уверен. Возможно. Но он уже не новый. Может быть, лет 10 ему или больше. Возможно, мне сестра про него рассказывала. Сказала, что мне понравится. Думаю, да. Кстати, это та же актриса, что и в фильме «Вечность». Да? Да. Попрошу Ричарда поискать. А вы видели? Вы же смотрите американские фильмы? Большей частью американские, да. Сейчас будет смущение. Вы смотрели старый фильм «Русские идут»? Звучит знакомо, но не уверен. Мне он понравился. Это комедия, кажется, 70-х годов. Цветной. Там советская подлодка садится на мель у небольшого острова у берегов США. Такой остров-курорт. И люди думают, что русские напали. Дело во время Холодной войны. И население смешное, не особо сообразительное, начинают сходить с ума. О, нет! Главного русского играл Алан Аркин. Не знаю, слышали о нем. Он хорош. Не знаю, насколько хорошо он там говорит по-русски, но русские моряки сходят на берег. Им нужна помощь. Они такие нормальные, рассудительные, а местные сходят с ума. Думают, что начнется бомбардировка и так далее. В общем, сходят с ума. Русским просто нужна помощь, чтобы сняться с мели. Они слишком близко подплыли к берегу. Им была любопытна Америка. И застряли. Им нужна была помощь, чтобы сняться с мели и вернуться в океан, только и всего. Вся история о том, как население подумало, что началось русское вторжение, что будет Третья мировая. Довольно смешно. Ричард показал его Валерии уже после свадьбы. Она его не особо поняла, но у нее тогда с английским было еще не очень. Ей показалось, что американцы показаны глупыми. Но так и было задумано об этом весь фильм. Об узком мышлении. И это ко многим относится. Там ничего не происходило. Лодка просто застряла. И когда в конце население поняло, зачем моряки здесь, весь городок выходит на лодках и стаскивает под лодку с мели. Все подружились, прощаются и хотят повидаться в будущем. Мне понравилось. Если будет шанс, посмотрите. Это американцы смеются над собой, над глупостью. Если посмотрите, скажите, как у них с русским языком? Обычно в американских фильмах почти не бывает настоящих русских. А видели охоту за Красным Октябрем с Шоном Коннери? Да, конечно. Валерия сказала, что русский у Шона Коннери ужасен. Она его даже не понимала. Иногда, когда хотят снять серьёзно, то снимают русских или эмигрантов. Например, «Оружейный барон» — один из моих любимых фильмов. Там много русских. Даже Николас Кейдж немного говорит по-русски. И весьма неплохо. Шон Коннери не может преодолеть свой шотландский акцент. Даже я слышу шотландский акцент в его русском. Я замечаю шотландский акцент, когда он пытается говорить по-русски. Ему стоило просто говорить по-английски. Для Валерии он звучал совсем не по-русски. Обычно это проблема в кино. Что ж, было приятно пообщаться. Спасибо большое. Было интересно. Чуть отредактирую, постараюсь выстроить в линию. Надеюсь, получилось не слишком длинно. Большое спасибо. Надеюсь, мы еще пообщаемся. Хорошо. Благодарю. Пока, Сергей. Пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok